Всем привет любители ФК Арена, с вами Йорн и сегодня мы будем тестировать героя Артурчика из фракции пространственных. Я его не покупал за донат, а я его собрал за 240 тысяч монет лабиринта. Это было не быстро, но когда я его собрал, почему-то я даже его не использовал. Мне показалось, что эффективнее себя показывал Люций и Брутус в моей команде. Ну и посмотрим на него вообще в действии в лабиринте. И также отвечу на ваши излюбленные вопросы, а их три. Первый. Стоит ли собирать этого героя в начале игры? Нет, друзья, не стоит, потому что никаких бонусов данная фракция не дает. И максимальный бонус, который будет получать ваша команда, это 4 героя плюс 1 герой данной фракции. Это 20% к здоровью и 15% к атаке. На первый взгляд неплохо, но когда я этого героя встречал на аккаунте людишек на арене, то я его раскатывал вообще просто в щи. И мне показалось, что Люций гораздо живучий, чем этот Артур. Серьезно. Тем более Люций дает больше профита и закидывает щит на вашу команду. Ну а тот же самый Брутус тоже очень живучий гибридный танк. Поэтому Артура покупайте в более поздней игре. И конечно же не за донат. И кстати, давайте я вам покажу здесь, когда зашел сегодня в предложение, что я увидел. Переходим в купеческий корабль, нажимаем на Артура. И Артура-то здесь нет. И написано, быстро приближается новый герой. Значит скоро будет еще один герой из данной фракции. И видимо в следующем патче. Возвращаемся и отвечаю на ваш второй вопрос. Как вообще качается персональный артефакт у данного героя? До плюс 40. Как у небесных, так же и у подземных. Вы можете это посмотреть, если зайдете в портреты, найдете Артура. И здесь все как раз таки видно, что персоналка качается максимально до плюс 40. И кстати, когда вы уже Артура соберете, у вас в магазине Лабиринта будет предложение на эмблемы, которые нужны для прокачки с плюс 20 до плюс 40. Но это очень дорого. Мне кажется, проще дальше собирать у Куна или какого-то другого героя, если вы хотите собрать. Но если у вас уже собран там, я не знаю, Хасас, Немора, Шемка, Торан, Сейрус и Артур, то конечно собирайте тогда лучше у Куна. У Куна тоже прикольный герой. Но у него есть один косяк. В том, что он не призывает повторных обезьянок, если у него накопилась энергия. Пока последняя обезьянка не погибнет. Вот это мне не нравится. И я думаю, что в скором времени это поправит. Я уже отправил репорты разработчикам, и они сказали, посмотрят более детально эту проблему. Поэтому дальше эмблемы не покупаем, и персоналка качается, даже если вы даже разъединили героя. Переходим в Храм Вознесения, и многие задают третий вопрос, как его соединять и разъединять. Вот здесь. Заходите в Храм Вознесения, выбираете Артурчика, и вам предлагают. Если он уже с кем-то соединен, то вы можете за сотку его разъединить. Если надо с кем-то соединить, то просто его в клеточку Райана и ставите того героя, с кем хотите соединить. Все очень просто. Очень просто. Вот такие вот вопросы от моих подписчиков. Надеюсь, на все ответил. Теперь по поводу прохождения лабы. Сначала покажу геройчиков, а потом начнем проходить. Буду использовать, конечно же, Шемку. Шемке уже прокачал посох. До мифты два неплохие характеристики. Крит вырос значительно. 68%, практически 70%. И жалко, что Артурчику я не успел прокачать персоналку на плюс 10. Тогда бы он еще накинул 15% шанса крита, и Шемка бы очень часто критовала. Плюс повышает частоту атак на 50% у команды, которая дерется вместе с Артуром. Отлично. На Артура я одел полностью фуловый сет на фракцию Носителя Света. И, кстати, здесь уже прокачан молоточек до мифты два. Тоже хорошие характеристики. Вообще, итемы на мифты два и мифты один не так часто падают, как этого бы хотелось. Но разработчики тоже не дураки, они частоту выпадения поднимать не будут. Ну и персоналку плюс 6. Кто еще будет использоваться? Также я буду использовать Брутуса, но по хитрой системе. Я объясню, почему я это буду делать. Я не знаю, как будет идти прохождение лабы. И чтобы пройти 100% лабиринт, для меня это очень важно, я некоторым героям вначале на первом этаже просто наберу энергию, чтобы эти герои были заряжены. В случае чего, если я не смогу дальше проходить так же с помощью Артурчика. Буду использовать Нимору. Нимору одета вот так вот. В принципе, ничего сильно здесь не изменилось. Персоналку добью скоро до плюс 20. Лика. Лика очень хорошо прокачана. Персоналку до плюс 30 качать не советую. Все, кто у меня в клане прокачали, особо как-то не рады. Ну и так же прокачал ей броник, чтобы дольше жила до мифты два. Тем более на фракцию леса. И следующий герой, моя гордость, это Тази. Я уже могу прокачать ей персоналку на плюс 25, но решил пока эмблемы не тратить. А то вдруг огненный брут станет сильнее и мне его будет сложно убивать. Вот, на ней фуловый сет. Я также его буду прокачивать до мифты два. И в итоге потом Тази будет очень крутая. И кстати, зов прокачан на 4 звезды. Чтобы прокачать дальше максимально на 5, надо еще 550 вот этих вот итемов для прокачки. И 18 миллионов золота. Но когда на 5 звезд я прокачаю, это будет просто пушка. Вот такая вот у меня Тази. Ну и так же солянка других героев, которые мне в этом помогут. Ну а теперь заходим в темный лес и давайте зайдем в мистический лабиринт. Наемников нам в принципе не надо. Но хотя если где-то по пути сможем взять ровно, было бы круто. Так, здесь ровно. Здесь гвинет. Нет, пойдем налево. Получать больше эмблем. Убираем брутуса. Ставим нашего замечательного Артурчика. Против брутуса. И воюем. Только вот так вот сделаем, наверное. Нет, давайте вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Когда пачка прокачана, вообще все легко. Смотрите, у Артура вообще даже не отнимается здоровье. Потому что в лоб его пробить нереально. Плюс еще подхил от Неморы. И просто все круто. Лика причем здесь нанесла больше всех урона. Шемкой, потому что я не ультовал. Так. Усиливаем задние ряды. Пусть Лика как дамажила, так и дамажит больше всех. Продолжаем наш путь, друзья. Многие просили этот видос. Я надеюсь, вы поставите побольше лайков за такой тест. Я не думаю, что у каждого есть Артур, собранный тем более за монеты лабиринта. В основном его покупали все за донат. Я за донат его не покупал. 4200 от Шемки. Каждую статистику боя смотреть не будем, потому что в этом смысла нет. Наверное, начнем ее смотреть уже на третьем этаже. Чтобы не затягивать видос. Так, тут Аталия. Под Аталию давайте поставим тази. Она упрыгает. И здесь все-таки ульта нем с Шемкой. Не люблю я Аталию, когда она дерется против меня. Спокойно убили. Немора помогла. Немора скоро у меня будет на максималках. Осталось, по-моему, одна копия. Усилим лику. Лика ловкач будет бить быстрее и больнее. Плюс она стычки понижает еще защиту на 5%. Кто не знал. И максимальное снижение на 45%. Это вообще просто пушка. Лику многие, кстати, недооценивают. Поэтому, друзья, если даже у вас есть фиолетовая копия, тоже ставьте ее в вашу команду. Профита будет очень много. Артур просто непробиваемый. Просто непробиваемый. Лика под Артуром раздает вообще очень хорошо. Круто, круто. Мне все нравится пока. Так, давайте усилим Шемку. Это, конечно, не полноценный прям такой тест Артура. Но наша задача посмотреть просто, как он сдерживает первую линию. А сдерживает он пока все очень хорошо. Так, поставим вот так вот. Запустим Шемку. И ультанем Лика. Кстати, когда вы закидываете ульту Шемки. И после этого сразу, через секунду, закидываете ульту Лики. То ульта Шемки продлевается. Данный баг пока разработчики до сих пор не поправили. И, видимо, не поправят. Так, мы можем взять зачарованное копье. Наверное, мы его и возьмем. Будет еще под хил. Идем через центр. Пока изи. Вообще все изи. Ну, первые два этажа, они всегда такие. Здесь никаких сложностей вообще нет. Ну, Артур просто непоколебим. Смотрите, у него здоровье даже не отнимается. У Люции, у Брутуса по чуть-чуть-то отнимается. А здесь вообще никак. Даже не шелохнется. Отличные, отличные характеристики у данного героя. Так, верность Несителя Света мы брать, наверное, не будем. Вот если был бы Люции, конечно, было бы стояще взять. Не, ну давайте, ладно. Рискнем, друзья. Даже если я потрачу слезы, ничего страшного. Это тест. Тест специально для вас. Мне не жалко слез. Ультуем Шемка и быстренько всех добиваем. Шемка лучше, конечно, было бы поставить за Артурчиком. Было бы профитней. Сейчас мы поставим вперед Лику. Тем более на Лике благодать, и она может спокойно танковать. Так, можем взять фракционные преимущества. Давайте его и возьмем. Что здесь? Здесь Розалина, кстати. Роза, это прикольно. Но мы идем через отряды. Меняем их местами. Давайте Шемку вот так вот поставим. И Лику все-таки по центру оставим. По центру. Так будет хорошо. Ой, я прям под Аталию поставил. Это затуп. Да легко. Пока противник не такой сильный, вообще все легко. Но Брутус вообще не пробивает. Он просто крутился, крутился, а Артуру пофигу. Смотрите Тази. В этот раз Тази нанесла 2, ну практически 3 миллиона урона. Неплохо, неплохо. Так, Галая, Щадия или все-таки Квыкносферату? Нет. Давайте возьмем. Хотя, кого там защищать? Давайте возьмем вытягивание жизни. Оно, по крайней мере, будет работать на всех. А не только на первый ряд. Кого-то воскрешаем непонятно кого. И опять Аталия. Кстати, чем выше уровень прокачки вашего аккаунта, то постоянно финальные боссы стоят какие-то Аталии, близняшки. В общем, прям паки жесткие. И бывает, я даже трачу здесь слезы. Особенно на третьем этаже. Бывает и такое. Так, здесь злой Эйрончик. Давайте поставим Аталию под Тази. Сразу ультанем, упрыгаем от нее и ультанем Шемкой. Ой, так легко вообще. Сдуло всех. Видимо, Шемка накритовала. Да, 8 лямов. 8 лямов урона. Вот. Самое главное, смотрите, что всегда хотел вам это показать. Острию ярости берите только на начальных вообще этапах. То есть на первом этаже. Потому что вы просто не успеете разогнать атаку всей вашей команде. Поэтому мы выбираем острию ярости. Даже не обсуждаем. Атака очень важна. Если вы не разгоните атаку Шанс Крита и Силу Крита, то вы просто не убьете вриться. Это уже доказано мною и многими другими игроками. Первый этаж закрыли без проблем и продолжаем дальше. Тем более сейчас наша атака будет сильнее. И вообще будем идти легко. Пока Артурчик, вот мне нравится. Я не разочаровывал, что я его купил вообще и копил на него так долго вот эти вот монеты лабиринта. Так, можем усилить преданный шепот. У нас будет Шемка сильнее. А можем взять вот такую вот хитрую штуку. Которая повышает характеристики при убийстве вражеского героя. Так, можем пойти по центру, можем пойти налево. Что у нас здесь в полосках? Здесь Люций и Лорсон. Здесь. А тут? А тут ничего интересного. Тогда идем налево, друзья. Через фонтанчик и потом через отряды. Если видо затянется, наливайте чай, берите вкусняшки и смотрите его до конца. Я думаю, это же интересно. Интересно посмотреть, что вообще Артуру делает. Чтобы понимать, стоит ли его качать. Ну просто непробиваемый. Ну а Шемка обожить. Во! Супер! Смотрите, мы можем взять боевое знамя поддержки, а можем взять куклу Вуду. Вообще, три реликвии просто топовые выпали. Потому что рассеивающая стрела это тоже крутая тема. Можем ее взять. Но кукла Вуду отлично повысит урон. Так же, как и уровень атаки героев задней линии. Я даже не знаю, что взять, друзья. Честно. На 100% дополнительный урон от всех союзных атак. Блин. Нет. Давайте возьмем куклу Вуду. Все-таки это очень крутая реликвия. Восстанавливаем здоровье и идем через отряды налево. Я когда вообще первый раз увидел эту реликвию, почитал, я даже не поверил, что именно вот так вот. Потому что она же перепрыгивает, а вы потом просто дальше дамажите и убиваете моментально этого героя противника. 11 лямов нанесла Шемка. Продолжает тащить. Берем надежды героя. Если вы возьмете надежду героя фиолетовую, синюю и легендарную, они складываются. Все процентные реликвии складываются в этой игре, а числовые заменяются на более сильную. Контроль от Тази закинем. Здесь этот вурк со своей баночкой. Вообще, Брутус просто. Вот если вам не нравится Брутус, против него ставите Артура. Артура он никогда вообще не убьет. Берем восстановление энергии, чтобы быстрее было. И идем дальше. Контроль от Тази закинем. Кстати, Артур против Артура. Смотрите. Такая баталия. Прикольно было бы. Надо было... Вот если можно было поставить просто Артура против Артура и посмотреть, кто кого заколбасит. Шемка. Шемка опять отличилась. Берем критический удар, конечно же. Что тут еще можно брать? Два Торрена подряд. Вот Торрен мне не нравится тем, что он кидает свою порчу. И здесь только можно как сделать. В начале боя закинуть контроль от Тази. Или сбить ему эту порчу. Вот. А могла погибнуть сейчас Тази. Ее бы просто призрак добил и все. Тем более в этой пачке был Феррель. В общем, Торрен неприятный герой. Усиливаем защиту и здоровье. Опять Торрен. Торрен, Торрен, Торрен. Откуда ты тут берешься? Контроль от Тази, чтобы не было опять порчи. И восстанавливаем здоровье. Как же больно под куклой Вуду. Вообще просто залетает на ура. Развалили пачку за секунды. И Тази. Смотрите Тази и Лика. Какой урон от этих героев. Вот вам и саппорты. Супер. Супер. Вестник льда нам в помощь. Берем фонтанчик. Еще быстрее будем убивать героев противника. Под Вестником льда. Пачка света. Контроль от Тази, чтобы не было неприятностей. И быстренько всех добиваем. 16 лямов от Шемки. Усиливаем лесников, а можем взять Дерзость. Дерзость тоже прикольная штука. Нет, мы усилим лес. Все-таки у нас вся команда практически из леса. И вуаля. Третий этаж, друзья. Смотрим. Тут он хера. Нам не нужна. Берем фонтанчик. И идем по центру. Вот все. Начались эти пачки. Смотрите какие пачки. Какой БР. Как они прокачаны. На максимальном уровне персональные артефакты у этих героев противников. Ой, что-то там прям Артур как-то подзавис так. Но я надеюсь мы без проблем их будем убивать. Вот если была бы здесь Аталия, она бы доставила проблемы. Под близняшками Аталия просто бешеная. 21 лямов от Шемки. Так, так, так. Что мы здесь делаем? Тихое обещание возьмем. Усилим ловкость. И ворот наших героев. В страннике здесь нечего покупать. Идем фонтан берем. И идем через простые отряды. Можно было конечно пойти направо, чтобы взять более усиленный отряд. Но ничего страшного. Фонтанчик тоже нам не помешает. Ну здесь пачка не такая сильная. Мы ее развалим очень быстро. Под контролем Тайзи вообще все легко. Если у вас есть Тайзи, лабу всегда будете легко проходить. Шемка пока всех валит. Берем ускоренное восстановление энергии. Направо вот такая пачка, налево такая. А кто дальше? Тут Бутус. Нет, давайте пойдем направо. Вот, и еще один неприятный герой это Эйрон. Потому что если он вас притянет, может похоронить всю вашу команду. Смотрите как здоровье отлетело у моих героев. Очень больно, очень больно. Сейчас посмотрим статистику боя. Я думаю там неплохой урон залетел от Тайзи. Да. Она мне нанесла практически 5 миллионов урона. Лика в этот раз отличилась тоже Шемкой. Практически пополам по урону. Замечательно. Берем мистическое вот это вот книга заклинания. Увеличим атаку Шемки. И идем дальше налево. Брутус. Контроль от Тайзи. Ульта от Шемки. И ульта нем Артурчиком. Ой, вражская Немора прям живет. От Тайзи наносит урон. Ну, Артур непоколебим. Вообще, я теперь нашел как побеждать Брутуса в лабиринте. Если у вас есть Артур, вообще все без проблем. Очень хороший бой. Так. Берем хил от Неморы. И нападаем на Врица. Надеюсь, я его развалю очень быстро. Такой пачкой будем драться дальше. Посмотрим вообще, что из этого выйдет. Надо было все-таки поставить Шемку за Артуром. Под хил от Немора можно было, конечно, кинуть чуть позже. Но с учетом того, что у нас Вестник Льда и мы разогнали атаку, мы получили по щам. Пипец просто. Смотрите, как сдуло меня. Так, что мы здесь сделаем? Тайзи, короче, сюда с Неморой вообще не к месту. Не к месту. Давайте выйдем из лабиринта и переоденем просто героев. Вот так вот оденем Белинду. Разденем Брутуса. Поменяем шмотом. Вот так вот. И поставим шмот с Брутуса. Вот так вот. И так как мы ставим Люция, Белинду и Розалину. Да, нам надо поставить еще Розалину. Поставим на нее Зов. Вот такой пачкой мы попробуем сейчас зафармить лабу. Я не хочу просто потерять Врица. Это просто ни к чему вообще. Ну и также надо закрыть со 100% шансом лабу. Так, где наша Розочка? Вот, и ставим Розу. Вот такой пачкой будем фармить. Жалко, что мне не упал реликвия, которая понижает урон по заднему ряду, если первый ряд живет. Так, надо переиграть, друзья. Шмку поставить вот так вот, потому что Артур. Смещается. Надеюсь, мы зафармим. Люция, живи. Давай, закинь щит, успей. Так, закинул. Шемка, ультуй. Вообще легко. Легко убили Врица, но... Э, ты че не умираешь-то? Вы смотрите, что он сделал вообще. Как так-то? Он на последних секундах просто добил Шемку. Капец. Капец. Вот такая вот статистика боя. Ну, Артур живет. Артура пробить очень сложно. В лоб его просто нереально. Давайте еще раз посмотрим этот бой. Прям фигня какая-то здесь произошла. Ой, как больно от Розы. Там залетает вообще от Розы, от Шемки. И в самый последний момент, смотрите, в самый последний момент он ультанул и добил, и добил двух моих магов. Вообще, это какая-то жесть. Еще и Люция погиб. Но 3000 монет лабиринта. Отлично. Вообще. Так, а кем драться-то дальше? Ну, тут, друзья, придется слезы тратить. По-другому никак. Не, ну давайте попробуем, что через дикарей. Переоденем обратно. Так, Роза, отдай шмотки. Тайзи возвращаем Зов. Вот такие вот манипуляции я иногда делаю. А как без них? Лика у нас есть. Лика, но Лика здесь много не додамажишь. Плюс еще и Люция погиб. Видимо, придется восстанавливаться. Так, направо тут от Али близняшки. Ну, короче, нет, друзья, мы, наверное, восстановимся. Я даже не буду здесь заморачиваться. Просто пойдем налево. Ушатаем пачку фракционной носителей света с помощью шемки. А давайте вот такой же пачкой и стартанем. Ультим шемкой, все должны лечь за секунду. Ну да, без проблем вообще. Без проблем. Шемка всех похоронила под артурчиком. 27 лямов. Супер. Хватка охотника. Прямо на реликвии везет. Идем дальше. Воскрешаемся. И последний босс. В этот раз какой-то он, ну, слабый. Обычно здесь всякие Аталии там и так далее. Здесь что-то прям как-то слабенько. Слабенько. Я даже, наверное, не буду ставить Тази. Хотя давайте не будем заморачиваться. Просто поставим Лику и Тази. И быстренько убьем эту пачку врага. Контроль от Ази. Сейчас будет ульта от Шемки и всем Габела. Ну, Вритц меня сегодня удивил. Честно. Вообще. Вон, смотрите. Брутус как вжаривает полюцию. А Артура вообще не пробивает. Статистика боя. Света очень много. И если так дальше будет, я вообще не знаю, как этих героев, по крайней мере, одевать. Но неплохо он себя показывает в том же самом фулловом сете на фракцию носителя света или на Громил. Вот такой вот был тест, друзья. Ставим лайки, оформляем подписку на мой канал и все полезные ссылки в описании видоса. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.